оригинальный или китайский что выбрать конечно же если средства позволяют лучше выбрать оригинальный но цена такого достаточно высока и когда он отрывается у меня сердце кровью обливается небольшая такая тавтология отрывается обливается в рифму заговорил друзья всем привет меня зовут сергей зоев я занимаюсь карповой рыбалкой более 10 лет порядка шести лет занимаюсь спортивной карповой рыбалкой участвую в соревнованиях разного уровня друзья сегодня я вам покажу как я дорабатываю китайские подделки что я с ними делаю сегодня у меня на примере прикормочная ракета тип из помп фирмы кайман в большинстве случаев мы пользуемся ими потому что пластик на них довольно таки крепкий и если доработать несколько моментов то в принципе он служит верой и правдой не хуже оригинального и в конце видео когда вы его досмотрите я еще покажу вам один маленький лайфхак который я применяю для того чтобы в ветреную погоду или когда дистанция очень большая а корм относительно легкий и вот чтобы его до бросить чтобы он долетел в точку лова у меня есть маленький секретик и так первое что если мы будем сравнивать с оригиналом то у оригинала вот эта хвостовая часть является жесткой жесткой и зафиксированной у китайской уже даже зачастую вынимая его из упаковки вот эта часть уже бывает согнута это напрягает и напрягает даже если вы достали его прицепили и он все-таки ровненький отличное вам повезло но после нескольких забросов выматывание вот эта часть начинает гнуться соответственно я считаю что это ухудшает аэродинамику полетные качества и когда он летит в принципе я думаю что из-за этого хвостовичка могут быть и именно отклонения от маршрута и соответственно мажем мимо точки поэтому что я делаю я убираю первым делом эту резинку чтобы все действия произвести сегодня мне понадобятся пассатижи но у меня такой вот мульт мультитул ножницы открытый огонь зажигалка лучше конечно там в некоторых моментах использовать чайник но чайника у меня нет под рукой поэтому будет зажигалка и клей вот такое клей купил почему покупаю его расскажу позже куплен клей в строительном магазине ну и так же термоусадка пластмассовая трубочка так что делаю первым делом первым делом избавляюсь от резиночки вот здесь вас на хвостовичке чуть-чуть стягиваем до 100 так сказать открываем вертлюжок снимаем вертлюжок и тут проволочка банально тупо загнута поэтому она легко разгибается иногда бывает отламывается но не пугайтесь ничего страшного большой роли это там не сыграет чуть-чуть выпрямляемые так чтобы она была поприличнее в принципе без фанатизма потому что тут у нас станет ставочка берем трубочку данные трубочки я покупаю в рыболовном магазине используются они для хорватского монтажа если кто знает кто не знает то есть это удлиняется хвостовик грузила и является таким якобы стабилизатором не знаю действительно и предо прибавляет в дистанции но как заявляют друзья знакомые кто пробовал что летит действительно далеко но не об этом друзья если у вас не продают такие трубочки в магазине то в принципе вы можете просто у ребенка забрать трубочку от чупа чупса и воспользоваться ей она также неплохо подойдет отмеряю то расстояние которое занимал у нас пластмассовая трубка ножницами отрезаю и в принципе режется неплохо чуть-чуть развальцовываю один из кончиков одеваем на проволоку подтягиваем так подтягиваем чтобы прям было жесткой вот видите когда я подтянул вторая часть проволоки у нас вылазит из заглушки которая прикрывает пружину поэтому я одеваю так чтобы эта часть проволочки тоже прикрылась не отпуская натяжение подгибаю на себя все есть видите уже после того как я подогнул она зафиксировалась на этой трубке уже все стоит относительно жестко берем вертлюжок который мы сняли и одеваем на эту проволоку чуть-чуть подтянув на себя сейчас еще немножко подогнул так сейчас мы чуть-чуть подтягиваем и все он становится упираясь в пластмассовую часть трубки до конца загибаю кусок проволоки который у нас оставался посильнее поплотнее и прижимаю в принципе все все у нас прижата вертлюжочек зафиксирован не дает вот этой части сползать и туда-сюда теперь беру термоусадочную трубку термоусадочная трубка диаметром 4 миллиметра продается как и клей в любом строительном магазине отмеряю я обычно отмеряю так чтобы чуть-чуть и вертлюжок перекрывался отрезаю ножницами есть и одеваю сверху трубочка чуть-чуть садится на эту пластиковую часть которую мы не снимали и немножко прикрывает вертлюжок точно так как у нас в оригинальном в спомбе тоже вертлюжок утоплен теперь берем нашу зажигалку и все это дело можно делать это над паром в принципе над паром над чайником я даже сразу делаю несколько заготовок там 5-6 их и сразу прям держу над паром в принципе но так как сейчас чайника нет поэтому прибегнем при помощи открытого огня все в принципе термоусадочка у нас уселась вот получился у нас такой хвостовичок большому счету жесткий точно такой же ничем не отличающийся от оригинала термоусадочка все у нас обжала дальше вторая часть у нас идет доработок у оригинального спомба вот здесь вот пластмассовые вставки которые ну держит довольно таки хорошо и внутренний этот стержень он не вылазит на большинстве китайских эта часть металлическая после 5 6 заброса выматывания штырь начинает выползать и иногда когда проворонишь этот момент он просто вываливается и соответственно спомб разваливается что я делаю при помощи обычной зажигалки подплавляю краешек подогреваем его чуть он начинает разогреваться и просто я его так вот раз пальчиком в принципе заплавляю то есть все это получается как фиксация фиксы фиксация штырька и с другой стороны точно также подогреваем пластмасс начинает плавиться об и запаиваем можно сделать с двух сторон но в принципе сейчас и с этой стороны чуть лишнее уберем все вот получилось красивенько и уже эти металлические штыри не денутся никуда сидят желт жестко проверено временем теперь на примере нашего друга оригинального спомба показывают эта кнопка в оригинального спомба фиксируется жестко никуда не девается не выскакивает это большой плюс что не скажешь о нашем друге аналоге китайском и поэтому что я делаю хотя вот на этих каймановских держится но все равно это не знаю то ли это уже привычка выработанная с годами на всех китайских спомбах я проклеиваю эту кнопку и так теперь берем наш клей сейчас я вам покажу почему мне нравится больше всех нравится он не тем что он имеет кисточку им очень удобно проклеивать узлы шок лидеров и соответственно все места где нужно подлезть лишнего не зальете просто берем и аккуратненько все это дело промазываем кисточкой в принципе подойдет любой клей желательно чтобы это был супер клей чтобы долго не ждать закрываем в принципе вот покупая такой пузырек мне его хватает на сезон проклеиваю я обычно на сподовых удилищах все шок лидеры но и соответственно спомбы принципе этого клея мне хватает на сезон остается но за зиму как правило засыхает друзья все даем подсохнуть несколько минут супер клей сохнет быстро и наш спомб готов в принципе такой ракеты я могу кормить 160 170 метров но в зависимости конечно от ветра если ветер в спину то можно все 180 но если ветер дует в лоб а еще хуже когда он боковой а корм у нас легкий то есть допустим со старта или же мы там кормим пелецом пелец не имеет большого веса конечно более увлажненный корм он будет лететь лучше более стабильнее но когда у нас легкий корм приходится как-то выходить из ситуации и сейчас как я вам обещал покажу небольшую хитрость которую применяю я и наша команда кайман для этого мне понадобится вот такая секретная штучка что это такое это груза для балансировки колес есть на любой шиномонтажки сейчас я ему воспользую здесь у меня развесовка если не ошибаюсь 10 грамм каждой пластинки беру отклеиваю довольно очень крепкая хорошая липучка как меня научил один мой друг который занимается ремонтом автомобиля что желательно эту часть погреть немного подогреваю и просто вот в любую носовую часть я приклеиваю мой грузик то есть вот сюда 10 грамм также подогреваю еще грузик 10 грамм и приклеиваю сюда но ближе желательно ближе к носовой части и вот такое нехитрое приспособление позволяет увеличить вес прикормочной ракеты и если корм легкий или же боковой ветер то есть более тяжелая ракета летит более стабильнее есть один минус у свинцовых этих вот вставочек когда отрывается вот это все наше творение то он конечно молниеносно камнем идет на дно с другой стороны каждый следующий заброс перезаброс особенно когда мы ловим за пятном как правило они выматываются и ты себе цепляются за оснастку и ты вытаскиваешь его себе обратно конечно обидно когда этот зацеп происходит с рыбой рыбу более тяжело вытащить но тем не менее при правильной технике обрывы происходит редко друзья вот так при помощи нехитрых доработок за короткое время мы улучшаем свой китайский спом чтобы он служил нам не хуже оригинального долетал до точки рыба получала свой корм если вам понравилось это видео друзья оцените его лайком буду признателен прочитать комментарии от вас что вы думаете по этому поводу по поводу этих доработок нужны ли они или не нужны а может проще купить оригинальный но как я уже и сказал когда он отрывается у меня сердце кровью обливает и папа папа